Хакатон Казанского Федерального совместно с корпорацией Samsung – это еще одно наглядное представление того, что создание и развитие новшеств не всегда требует много времени. Два дня студенты, магистранты, аспиранты и учащиеся от Тилицей КФУ разрабатывали собственные проекты, которые должны стать еще одним важным шагом в большой мир инноваций. Участники приходят к нам без идей, просто с большим пожеланием. В течение часа во время кофебрейка они должны были подготовить свои идеи и потом презентовать их перед экспертами. С этого момента, по сути, начинается отчет Хакатона. Несмотря на то, что среди участников есть значительная возрастная разница, все же правила Хакатона для всех равны. Как было отмечено, школьники не уступают познаниям своим старшим конкурентам и у многих есть большие шансы на победу. Участники готовы рассказать, как будущая программа выберет новый телефон, соответствующий интересам и требованиям пользователя. И о приложении, которое автоматически создаст список нерешенных дел на весь день. Просто все планирующие дня обычно надо вбивать вручную. За счет этого как-то пользователи отталкивают это. А у нас преимущество в том, что мы это делаем за вас, за счет сбора данных. Вот вы часто звоните, отслеживаем ваши звонки. За счет этого мы можем составить график ваших встреч, разных собеседований. Нас посетилось здесь сделать веб-сервис, который помог бы людям выбирать смартфоны лично под себя и под свои предпочтения, при этом абсолютно не сталкиваясь с непонятными для них цифрами вроде PPI, Azov и прочее. Но сейчас мы уже на стадии склейки всего. То есть мы подготовили уже базы данных, у нас готовы все алгоритмы, готовы все данные. Осталось просто все собрать в резину. Несмотря на то, что здесь кипит работа, Хакатон не ограничивается одной лишь мастерской для будущих разработок. Здесь каждому предстоит столкнуться со сложностями и преградами, по итогам решения которых будут определены финалисты. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз.